Всем привет, мои дорогие друзья, мои подписчики, мои зрители. Я очень рада, что вы смотрите мои видео, хорошие пишите мне комментарии. Я буду вас радовать новыми видео, так что оставайтесь со мной на канале и будете знать, как же я влилась в эту американскую жизнь, какие здесь меня настигали трудности, то есть с какими трудностями я здесь сталкивалась и вообще, что здесь происходит, как здесь можно жить, выживать, существовать в этой Америке. Мы сегодня едем в ресторан. Сегодня у нас среда и по традиции вот этой традиции Дональда друзей, всех друзей кар-клуба, это у них называется Wet Wednesday, мокрая среда, едем в ресторан. И я хотела с вами посоветоваться. Это будет происходить каждую среду. Будет ли вам интересно смотреть, ну хотя бы я думаю, что компанию уже снимать не буду, потому что никто не хочет попадать в кадры. А так ресторан показать, может быть что-то из того, что я заказала, или может быть Дональд. Напишите свои комментарии, как вам, что вы об этом думаете, стоит мне такие видео делать или не стоит. Да, и вот сейчас уже хочу наконец-то ответить одной девушке. Она мне уже второй раз пишет. Я как-то еще, находясь в Польше, показывала, как я делала один торт Наполеон из ушек. Печенье называется ушки из заварного крема. Девушка постоянно, не постоянно, вот уже второй раз спрашивает рецепт. Я ей обещаю, что напишу. Ну, в общем, в этом видео, вот я вставляю рецепт. Сейчас он, наверное, появится на экране. Он очень простой. Вот надо смешать вот эти все сухие ингредиенты, перемешать. Потом постепенно добавить молоко, яйца. И ставить на медленный огонь. И помешивать. Потом, когда он уже доходит до кипения, надо очень тщательно помешивать, потому что оно может комками превращаться. Хорошо надо мешать. Но если уже какие-то комочки образуются, можно блендером потом взбить. Потом уже, когда немножко остынет, добавлять масло сливочное. И поставить еще, остывать. Так что вот такой рецепт, не очень сложный. Делайте, пожалуйста, пробуйте. Я думаю, что вам всем очень понравится этот тортик. Рейн. Вдалеке эти тучи с дождем. Сейчас покажу. О, молния. Вау, господи. Как раз в этот момент, я не знаю, ловила камера моя или нет эту молнию. Посмотрю на видео. Боже, это ж надо, только перевернула камеру и молния сверкнула. В общем, я поставлю ссылку того видео, где я показываю, как я укладывала это печенье. Если кто хочет, заходите, посмотрите и пробуйте, делайте. Только после того, как вы покушаете этот тортик на следующий день, надо сделать пробежку часовую, несколько упражнений на пресс, и будет все хорошо. Господи, вот тут прям на дороге это сверкнула молния, я уже боюсь. Ой, божечки. Ой, мне страшно. Ой, 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 ой. А телефон что, надо выключать, наверное. А, вот это предпустил дождь. Мы попали в дождевую эту тучу. Я не знаю, слышно, как стучит по окну дождик. Господи, ветер. Вот это погодка. Слушай, только что жарила. И вот этот дождь такой сильный. Боже, ничего не видно. Ой-ой-ой. Нас не вносит. Господи, как будто бы снег. Ой, как страшно. Гляньте, это как будто бы юга снежная. О, мой бог. Может быть, снег? Я не знаю, что это. Господи. Словли, драйв, пожалуйста, Дональд. Я боюсь. Остановились машины чё-то. Господи, шо это такое, божечки. Вот это да. Гляньте, все подключали лампочки. Вот останавливаются машины. О, это что, был гром, что ли? Боже мой, как надо выехать из этой тучи. Во, всё, она заканчивается. Дождевая туча. Господи, фух, слава богу, уже не так стучит. Ой, 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 страшно как. Ужас. Офень. Я помню, он говорил, что тут почти никогда не идут дождей, мало идут дожди. Я приехала уже, не знаю, сколько дней, то есть ночей подряд дожди идут. И вот это днём такое. На дороге прям реки. Ривер. Попали в такую погоду, вот это да. Я сегодня купалась в бассейне, жарко было, а потом раз. Нет, там ещё один комментарий был. Людмила, по-моему, написала. Я назвала видео про бассейн, что он почистил для меня бассейн. Я не знаю. Мне кажется, все догадались, что это шутка. Понятно, что это была шутка. Я тем более рассказывала, что это там каждый день такое. Вот мне интересно, ещё кто-то тоже понял серьёзно, что я сказала. Это лично для меня почистили бассейн. И эта девушка мне написала, это не для вас чистили, так что не обольщайтесь. Я прям посмеялась. Но ничего, всякие есть мысли у каждого в голове. Так что, если я там была одна, и он сказал, this is for you, почему бы мне не сказать, что это почистили бассейн для меня. Так что, у меня канал, как, не серьёзный, в смысле, что не новости какие-то я передаю, а шуточный, весёлый. Так что, иногда я шучу. Это, к вашему сведению, Людмила. Уже меньше дождя. Вон там горы. Донард меня подвёз под самую дверь, чтобы я перебежала, не успела намокнуть, сам поехал парковать машину. В общем, мы уже в этом ресторане, сейчас посмотрим, что же это за ресторанчик. Такое меню большое. Вот это оно. Такое ресторанчик. Начала колотить, и оно растёт пена, глянь. Я заказала коронабир. Захотелось мне пиво. Растёт пена. Вау, сейчас будет вылазить. Вот это вот такую, показали награду за свой автомобиль. Это Chevrolet Vichier. Chevrolet. This is 58. 58? 58? Ммм. Ну, в общем, пожалко. Это же надо. Мы уже зашли в ресторан, и даже закончился. Вот это. Такой ливень вообще, кошмар. Cheers. Ваше здоровье. Давай. Да, cheers. 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 Дональдс заказал курицу. барбекю. Вот так выглядит снаружи этот ресторан. Я немножко здесь показываю, какие кусты красивые возле него. И мы все уже расходимся, садимся по машинам и едем домой. Сели в машину, там такой рок-н-ролл звучал, и Дональд подпевал, но я выключила звук, потому что YouTube будет блокировать ее. Все, мы уже вышли из ресторана, едем домой. Ну, что я хочу сказать. Я, конечно, вам не рассказывала о своем самочувствии, как же прошел мой джетлаг, и пришла к выводу, что вот первая встреча, которая у нас была. Как раз у меня был этот период становления перемены времени, я себя чувствовала очень плохо в то время. И у меня, видно, была эта самая заторможенность во всем. У меня глаза слепались, мои мозги не работали. Сейчас у нас встреча произошла совсем по-другому. Все общались, и все так было весело, хорошо. Так, 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 так. Ты керкар! В общем, да. Так что, вот это у меня пожарило. Я очень плохо перенесла в этот раз вот этот джетлаг и перемену времени, потому что это все совместилось с вот этой жарой. И мне было вообще и тошнило, и падало, ложилось спать в любое время дня. В один день я держалась, хотела ж не заснуть, потому что, думаю, надо ж stay awake, don't sleep. Потом мне как поплохело, затошнило, думаю, боже мой, чего я вот это держусь, надо ложиться спать-то и все. Ну, потом через три дня у меня все наладилось, все стало хорошо. Ну, просто что вот эта встреча наша первая совпала с этими первыми днями, когда я еще не восстановилась, мой организм не поменял время. Ну, в общем, сейчас все нормально. Так что, вот, кто у меня спрашивал, как у меня прошел джетлаг, вот, я ответила, что очень плохо мне было первых три дня. Я почти ничего и не снимала в те дни. Делала видео о моей, моем перелете. Так что, вот, пожареет, а совсем по-другому все происходит. Моя реклама сработала. Там некоторые девушки, женщины записали мой номер телефона, сказали, будут обращаться насчет стрижек. Так что у меня еще все впереди. Может быть, жутая сработает здесь тоже насчет стрижек. Ну, все, погода наладилась. Едем домой уже все, сухо, нет дождя. Слава богу. Боже, как будто бы это мы не здесь были, в тот ливень. Вот такие пальмочки, кусты красивые. Строят еще дома. На удивление, мне понравилась вся еда, все, что мы заказывали. Вот это у меня курица во фритюре, ну, филешка была. Она такая остренькая, но мне понравилась. Пока мне во всех ресторанах еда нравится. А то, когда я была в штате Вашингтон, то мне все нравилось. Вспомнила, в первом ресторане я рыбу. Нет, семена я была в моем городе. А когда в первый ресторан, мы купили рыбу и фрай-патеты. Ты забыла, что я помню. Еще забыла рассказать, что я когда приехала... Откуда я приехала? Я в Польшу приехала? И там какой я язык учила? Польский? Ну, не то, что я там его сильно учила, но все равно мне надо было... Как-то... Communication with people from Poland. Мне надо было общаться с людьми с Польши. И понятно, что мои мозги были перенасыщены информацией, и еще не переключились на английский. И вот это, что оно как-то показалось и мне, что я вообще ничего не понимаю, не соображаю. Сейчас уже все намного лучше. Я со всеми общалась, что-то рассказывала, они мне что-то рассказывали. Так что, вот что значит перемена стран частая, потом перемена климата, перемена времени. Вот это все сказывается на организме. Так что сейчас я уже намного лучше себя чувствую. Моя голова. Намного лучше работают мозги. Так что, я думаю, тогда дальше будет еще лучше. Кстати, и нашли мы школу, вот это Second Language. Сегодня там что-то они обещали перезвонить, не перезвонили. То завтра мы поедем уже конкретно в ту школу и узнаем. Может быть, я еще похожу на занятия английского.